Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, очередной сеанс правительственной связи. Сегодня у нас в студии заместитель министра сельского хозяйства Чуварской Республики Инна Волкова. Инна Вячеславовна, здравствуйте! Здравствуйте! С 1 января 2020 года, то есть практически уже полных 4 месяца, на территории всей Российской Федерации в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий заработала программа льготной сельской ипотеки. Достаточно много говорится об этом в последнее время. Время все уже успели выяснить, что льготная ипотека – это 3% годовых, на сегодня самый привлекательный и самый хороший процент ипотечного кредитования. Но в нашей республике, насколько мы знаем, есть другие и еще более интересные варианты. Вот об этом мы хотели сегодня с вами поговорить, Инна Вячеславовна. Давайте по порядку. Что предлагают по программе льготной сельской ипотеки? Да, действительно, с 1 января 2020 года на всей территории Российской Федерации заработала данная программа государственная. Уполномоченные банки начали предоставлять гражданам льготные ипотечные кредиты по 3% годовых. В данной программе могут участвовать у нас граждане, вне зависимости от территориального проживания, но изъявившие желание приобрести жилье на сельской территории. Есть небольшое ограничение по возрасту, это 21 и до 64 лет. И есть условия, на которые должен согласиться тот человек, который хочет приобрести жилье в сельской местности. С условиями мы определимся. Давайте все-таки по порядку. В первую очередь, программа адресована людям, уже проживающим в сельской местности, или нет никаких преимуществ? То есть горожане в равной степени претендуют на такое же льготное кредитование? Горожане тоже имеют право приобрести на тех же условиях, что и сельчане, жилье в сельской местности. На каких условиях? То есть что именно мы говорим, подразумевая жилье? Это, ну понятно, само жилье, жилой индивидуальный дом? Это может быть земельный участок и последующая постройка на этом земельном участке жилого дома, но с привлечением подрядной организации. И может быть приобретение квартиры в сельской местности, в том числе от физического лица, либо юридического лица, а также путем участия в делевом строительстве. То есть все варианты рассматриваются? Все варианты, да. Хорошо, теперь такой вопрос уточняющий. Допустим, я приобретаю по льготной ипотеке земельный участок. Как скоро, как быстро я должна построиться на нем? Вам дается 24 месяца с момента получения ипотечного кредита на строительство и завершение данного жилого дома. То есть просто так купить землю и держать ее? Нельзя. Нельзя? Ее нужно пускать в дело? Да, совершенно верно. На какой срок предоставляется кредит? Кредит предоставляется до 25 лет. Сумма кредита может составлять до 3 миллионов рублей. Это максимальная? Да. Сумма первоначального взноса от 10%. Давайте теперь все-таки вернемся к условиям. В Чуварской республике предусмотрены определенные варианты, которые предполагают снижение этой ипотечной ставки. За счет чего и в каких размерах? И кто может на это претендовать? Временно исполняющим обязанности главы Чувашской республики Олегом Николаевым было принято принципиальное решение по снижению данной процентной ставки до 0,1% годовых для определенной категории граждан. Для чего? Вентильхозу Чувашии было дано поручение разработать проект нормативно-правового акта Чувашской республики, который был принят на кабинете министра Чувашской республики 17 апреля этого года. То есть он уже действует. Все эти категории уже обозначены, прописаны, имеют право. Давайте по порядку. Кто вправе претендовать на снижение 3% ставки? Это у нас граждане, имеющие 3 и более детей. Это у нас многодетные семьи, которые более всего нуждаются в государственной поддержке. Им было принято решение Олегом Николаевым о снижении процентной ставки до 0,1% годовых. Еще кто нужен? Это аграрии нашей республики. То есть граждане, которые работают в аграрном секторе, в ветеринарной службе, в социальной сфере, куда входят... На селе. На селе, да. Куда входят и образование работники, и работники здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта. То есть очень большой круг лиц, которые подпадают под эту льготу. Для работников в социальной сфере снижение произойдет до 1% годовых. Для работников в аграрной сфере и ветеринарной службы 0,5% годовых. Для граждан, которые изъявили желание переехать в сельскую местность и работать там, как в сфере агропромышленного комплекса, так и в социальной сфере, будет снижено от 1,5% до 2%. Республика у нас разделила на две категории получателей. Это те, которые уже проживают в сельской местности и работают. И те, которые изъявили желание переехать в сельскую местность и работать. Вот 178-го постановления, оно предусматривает как раз-таки порядок предоставления и этой, и той категории граждан пониженной ставки. Механизм, который предусматривает вот это снижение. То есть они сразу же оформляют льготную ставку в размере 0,1%? Или это происходит как-то впоследствии компенсации? Да, очень хороший вопрос. Граждане, которые имеют право претендовать на возмещение затрат в соответствии с постановлением Кабинета Министра Чувашской Республики, должны уже оформить ипотечный кредит в уполномоченном банке. В настоящее время это Росельхозбанк по территории Чувашской Республики. И после этого уже, если этот гражданин подпадает под данную льготную категорию, должен обратиться в органы местного управления по месту своего жительства, предоставить небольшой объем документов, который подтверждал бы действительно его отношение к данной льготной категории граждан. И после этого органы местного управления формируют списки получателей данного возмещения, направляет его в Минсельхоз Чуваши, а уже дальше Минсельхоз Чуваши прорабатывает его с банком. То есть гражданин уже должен оплачивать этот кредит, он должен оплачивать его по 3% годовых, а уже Республика ему возмещает все уплаченные им проценты на его счет. То есть это для большей адресности? Да. Уже в данном случае возмещение происходит непосредственно гражданину, поскольку он понес уже затраты по оплате этих процентов, 3%. Например, многодетная семья приобрела жилье в сельской местности по 3% годовых, оформила данный кредитный договор банке, и после этого она обращается в органы местного управления для того, чтобы получить возмещение на те затраты, которые она уже несет, эта семья. Орган местного управления рассматривает, естественно, эту заявку, направляет эти списки к нам в Минсельхоз. Мы уже работаем с Росельхозбанком напрямую, и Росельхозбанк возмещает. Если он оплачивал 3% годовых, то 2,9% годовых ему будут возвращены на его счет. Если семья оформила ипотеку, сельскую ипотеку на определенных условиях, у них в этот момент было 2 детей, и появился третий, ну вот буквально спустя пару-тройку месяцев, можно пересмотреть условия кредитования? Условия кредитования в данном случае не нужно пересматривать. Если ипотека была получена после 1 января 2020 года, эта семья имеет право обратиться в органы местного управления для возмещения затрат по процентам. То есть ставка пересматриваться не будет, будет либо увеличен, да? Нет, ставка не пересматривается в данном случае. В кредитный договор не вносится изменение, как 3% фигурирует там, так и будет фигурировать. Но Чувашская республика берет на себя обязательства по компенсации данной семье тех затрат, которые она понесла, в связи с тем, что оплачили. Будет увеличена сумма возмещения со стороны бюджета. Да. То есть у них, получается, практически будет беспроцентный кредит. Я думаю, что все-таки это вот наиболее такие общие вопросы, которые на поверхности, да, ну как только доходит дело до оформления таких важных вещей, например, как ипотека, всегда возникает очень много частных вопросов. Где можно получить ответы на них? Существуют ли какие-то горячие линии? Телефоны для справок? Возможно, есть какие-то консультационные пункты? По поводу получения сельской ипотеки самой. Вы всегда, граждане, имеют право обратиться непосредственно в Росельхозбанк. По поводу возмещения затрат в органах местного управления специалисты уже подготовлены. Они в курсе и могут проконсультировать каждого по каждой его проблеме. И непосредственно любой гражданин может обратиться в Минсельхоз Чуваши по любому телефону, и ему будут разъяснены и даны ответы на все интересующие его вопросы. В последнее время в Министерстве сельского хозяйства мы даже совсем недавно побывали вместе с вами на одной из такой горячих линий, которые практикует руководство ведомства в разных муниципалитетах. И, насколько я поняла, очень много как раз вопросов, связанных с льготной сельской ипотекой. Мы даже там кое-какие вопросы себе подобрали. Например, живу в деревне, работаю в школе. Везде пишут, что по сельской ипотеке будет снижена процентная ставка. Под какие проценты могу получить кредит? Речь идет о работнике социальной сферы на селе, правильно? Да, совершенно верно. Работники социальной сферы, в том числе образования, которые работают на селе и проживают на сельских территориях, имеют право получить возмещение затрат по льготной ипотеке до 1% годовых. Хочу купить жилье не в деревне, а в Цивильске. Дадут ли мне сельскую ипотеку? Да, дадут. Потому что такие малые города, как Цивильск, Козловка, Ядрин, Мариинский посад, подпадают под данную категорию. То есть они относятся именно к сельской территории? То есть на них распространяют все условия? Да. Работаю на селе трактористом, хочу построить дом. Слышала, что для нас снижена процентная ставка по ипотеке. Куда нужно обратиться и на что могу рассчитывать? Как я уже сказала, для того, чтобы получить возмещение затрат по ипотеке, ипотеку уже необходимо оформить. Жилье необходимо уже купить или начать его строить. И, соответственно, после этого необходимо обратиться в органы местоуправления по месту своего жительства для того, чтобы оформить документы на возмещение тех затрат, которые он уже несет. Для работников агрария возмещение затрат будет до 0,5%. То есть снижение произойдет с 3 до 0,5. Он будет фактически оплачивать только 0,5% годовых. Остальное будет, да, 0,5% годовых. Остальное ему будет возмещать уже республика. Иначе, слава, давайте все-таки еще поговорим о горожанах. Например, если городской житель собирается построить дом на земельном участке с помощью сельской ипотеки, но не собирается постоянно там жить, использовать как загородный дом. Такое возможно? Конечно, возможно. Потому что федеральная программа, она предполагает предоставление льготной сельской ипотеки любому гражданину, вне зависимости от его места жительства. Единственное это условие, то, что он приобрести должен жилье в сельской местности. Здесь в данном случае так и есть. Но единственное, он не сможет воспользоваться льготами, которые устанавливает республика. То есть не может воспользоваться снижением процентной ставки. То есть для него это будет 3%? Да, для него это будет 3%, что также выгодно. Возникают ли еще какие-то ограничения, обременения, или, может быть, какие-то обязательства, которые берут на себя люди, вступая в программу сельской ипотеки, льготной сельской ипотеки? Как таковых обязательств не будет, но условием предоставления самой льготной ипотеки является то, что жилое помещение, которое должен приобрести гражданин, либо построить, должно быть пригодным для проживания, иметь все коммуникации. То есть газ, вода, электричество, водоотведение. Все должно быть в этом доме. И, естественно, жилой дом, который гражданин собирается построить либо на своем земельном участке, либо уже приобрести земельный участок и уже на нем строить жилой дом, должен быть построен в течение 24 месяцев с момента получения ипотечного кредита. Это такие условия, которые установлены уже на уровне Федерации. И вы еще сказали о том, что обязательно используют привлечение подрядной организации. Да, совершенно верно. Строительство жилого дома должно осуществляться с привлечением подрядной организации. То есть сложить из досочек беседку? Не получится. Своими силами? Да. Не получится. Существуют ли уже заранее какие-то, может быть, сформированные земельные участки? Да, может быть, возможны типовые проекты для застройки? Ну, как вариант. Что человек приходит, а вы ему отводите место и говорите, вот здесь у нас предусмотрена территория для заселения как раз по этой программе. Будет у вас такой хорошенький поселок. Таких конкретно территорий нет. Но, как мы знаем, на территории Чувашской республики сформированы целые населенные пункты, где земельные участки предоставлялись многодетным семьям. И очень выгодно. Эти многодетные семьи не могли себе позволить взять ипотечный кредит, потому что были проценты высокие, скажем так. Но в настоящем случае очень выгодно данной категории граждан многодетным семьям тем же самым на своих земельных участках, которые они уже получили, в долевую собственность построить жилой дом под фактически без процентов, привлекая кредит. Если, к примеру, семья, ну та же самая многодетная, или семья аграриев успели уже построить дом с привлечением другого, скажем так, кредита, кредит еще не выплачен, могут ли они сейчас принять участие, вписаться в программу льготной сельской ипотеки, чтобы использовать этот кредит для погашения прошлого? Так не получится, но если дом не завершен строительством, данная семья имеет право привлечь подрядную организацию на завершение данного строительства дома. На завершение строительства дома также предполагается возможность предоставления данного льготного ипотечного кредита. То есть многие семьи не могли себе построить, например, жилой дом, они возвели коробку, крышу, а на остальное денег не хватает. Вот в настоящем случае они могут привлечь этот льготный ипотечный кредит по 3%, если эта многодетная семья или аграрий еще и воспользоваться нашими чувашскими льготами и, соответственно, завершить строительство дома. Такое возможно. Документы на получение льготной сельской ипотеки и, допустим, пакет документов, о котором вы упомянули, необходимые для снижения процентной ставки, точнее говоря, для возмещения части затрат из республиканского бюджета, это одни и те же документы или в каждом случае разные? Банк самостоятельно устанавливает перечень документов, которые должны быть предоставлены гражданинам для получения кредита. Но 178-м постановлением Кубинета Министра Чувашской Республики при предоставлении уже документов на возмещение части затрат, копии этого кредитного договора в числе иных документов, таких как копия трудовой книжки, заявление получателя, документы, подтверждающие то, что он проживает на сельской территории, должны быть предоставлены в составе этого пакета документов. Сейчас вот во времена режима ограничений, как бы выхождение по инстанциям достаточно затруднено. Как лучше поступить людям? Куда им обращаться? Где они могут получить ответы? Ну, может быть, на какие-то такие вот свои стартовые вопросы? Временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики Олегом Алексеевичем Николаевым было дано поручение, чтобы министерства были в настоящем случае еще ближе к народу, чтобы мы контактировали уже непосредственно с народом. Для этого в Министерстве сельскохозяйства Сергею Геннадьевичем Ратамону было принято решение каждую неделю по вторникам в 6.30 утра выходить в прямой эфир на канале YouTube в соцсетях для того, чтобы он непосредственно мог общаться с народом, чтобы народ имел возможность любой вопрос по любой тематике ему задать. Мы тоже также, как специалисты, находимся рядом и стараемся отвечать на любые вопросы, в том числе по предоставлению сельской ипотеки. А эти вопросы поступают в большинстве случаев. Соответственно... Такая востребованная тема. Да, совершенно верно. То есть любой гражданин, зайдя на сайт Минсельхоза Чуваши, может увидеть, каким образом, а это очень просто, участвовать в этом мероприятии. То есть мы всех приглашаем на Агрочас каждый вторник в 6.30 утра. Этот Агрочас будет выходить у нас по территориям разных районов. Жители всех районов могут задать вопрос в прямом эфире как главе района, так и Сергею Геннадьевичу. Вне зависимости от тематики. И те вопросы, на которые они не успевают ответить в прямом эфире, в последующем размещаются на сайте Минсельхоза. И к ним обязательно даются развернутые ответы. Уже непосредственно тому, кто обратился. И непосредственно тому, кто обратился. И каждый гражданин, который интересуется этим же вопросом, может прочитать ответ на него. То есть мы сейчас стали еще ближе к народу. Единственное, конечно, сейчас из-за ограничения к нам просто так прийти невозможно. Потому что люди действительно опасаются за свое здоровье. И мы тоже переживаем за их здоровье. Поэтому всех приглашаем участвовать в этих Агрочасах, задавать вопросы, получать на них ответы. Дистанционно. Ну или в крайнем случае звонить по телефону. Да, конечно. Наши телефоны все на сайтах. Могут звонить любой гражданин по любому телефону. Мы всегда в доступе. Спасибо вам большое. И напомню, что сегодня нашей собеседницей была Инна Волкова, заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики. Спасибо за внимание и берегите себя.